МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну или наоборот, версии сторон сильно разнятся. Так молодые жители Воронежского пригорода Шилова с пеной у рта доказывают, что войну оперативники местного УВД начали первыми. Налетели какие-то здоровые бугаи, то ли болотные, непонятно, такие бандиты. Короче, начали, словом не говоря, воздить всех. Милиция клянется, что напротив, в случившемся виноваты шиловские граждане с их криминальными наклонностями. Появилась группа молодых людей на машинах, около трех-четырех машинах, до 15-20 человек сбитыми. И при фразе «бей ментов» начали сбивать сотрудников милиции. Попробуем разобраться. Милиционеры рассказали нам, что в тот вечер получили задание. Им надо было поймать гражданина подозреваемого в воровстве. Приехали в Шилово, разделились на две группы. Одна следит за домом, другая греется. И вдруг... Появились в поле зрения, там, где невозможный преступник может появиться, несколько граждан, которые распивали спиртные напитки. То есть они мешали операцию? Абсолютно верно. То есть к ним подошел сотрудник, переставелся, попросил удалиться. Отметим, что формы на милиционерах не было. Только удостоверение в кармане. Их, по словам оперов, они и предъявили гражданам. Они сказали, что удостоверение у вас поддельное, вы купили их на вокзале. Мы никуда с вами не поедем. Вы в гражданской форме одежды не в форме. И после чего один из этих молодых ударил моего напарника в лицо кулаком. Странная реакция. На красной книжице народ среагировал, как быки, на красную тряпку. Нехорошо. Впрочем, это если верить операм. Потому что молодежь уверяет, в рассказе все перевернуто с ног на голову. Мы просто стояли, у нас не было никаких спиртных напитков, ничего мы не выпивали. Да и черт с ними, со спиртными напитками. Главное другое, ребята не согласны, что они зачинщики драки. С угла вот оттуда, с той стороны выбежали человек 6-7, может быть. Я подумал, что это какие-то блатные, что ли, подлетели, что они хотели, я так и не знал. То есть и меня сходу вот здесь вот прямо вот двое человек, короче, сразу ударил меня с головы в переносицу. У битвы было множество свидетелей. Время около 10 вечера. Поздно, но не настолько, чтобы все улеглись спать. Почти целый дом прилип к окнам. Увидела драку еще на улице, поднялась к себе домой, думала напугать с балкона. Крикнула некорректно, что убирайтесь, что вы вдвоем одного бьете, потому что били сильно. Сменино сбивали прямо перед моей машиной. Он пытался убежать, он побежал в ту сторону, к тому подъезду. Его догнали, приволокли назад и опять начали сбивать. На колени их сажали, били по голове. Потом перед моей машиной избивали Городиченко. А это кто? Это, который вот стоял у этого подъезда изначально, к такому подъехали. Вот. Его начали сбивать трое. Один держал руки ему сзади, лежа на асфальте. Второй бил по голове с ног, а третий прыгал по ногам. То есть пытался сломать ему ноги, чтобы он не убегал. Когда глаза наливаются кровью, мозги за происходящее вокруг не отвечают. Пара случайных прохожих попали под раздачу ни за что, ни про что. Подъехал восьмерка, там колесико гриш из него. Он открыл дверь, начал спрашивать, что произошло. Его начали вылакить из машины, тащить, трепать. А он инвалид только вот с больницы. Только ехал на день рождения с больницы, просто поздравить товарища и вернуться обратно. У него последняя стадия туберкулеза. И так у него почки там вырезаны, такой вот рост. Мы добросовестно искали свидетеля, который бы сказал, что драку начала молодежь. Не нашли. Возможно, из-за того, что в Шилово все друг друга знают. Обвинять своих как-то не с руки. И все же, знали ребята, с кем дерутся или же нет. Никаких удостоверений они не предъявляли. Ну, хотя бы крикнули, что мне милиция? Нет, ничего они не кричали. Опера скрутили молодых людей и потащили в машину. Но это был только первый раунд. На помощь поверженным уже спешило подкрепление. Позвонил ребятам знакомым, они отдыхали там, на даче. Ну, вот минут через 10-15 они где-то вот подъехали. Ситуация резко поменялась. Первоначальная диспозиция была такова. Семь милиционеров, трое гражданских. Но подъехали несколько машин, из них высыпали крепкие парни, и операм пришлось не сладко. Ребят, мы из милиции, они все равно. Иначе я начал с ними отбиваться с тремя. Тут один из молодых людей сбит, ударил, хотел в голову, я руку поставил, попал по руке мне. После чего повалили, начали сбивать ногами. И два раза удали даже, биты по спине. Число шиловских бойцов точно неизвестно. Представители властей говорят от 15 до 25 человек. Сами ребята не более 14. Так или иначе, для победы над операми хватило. Да, это осталось, наверное, вся память о Шилове. Ну, плюс еще долго не мог на ногу наступать, коленка была выбита. Избиение правоохранителей, по словам шиловских, закончилось достаточно быстро. Вот это, которое потом показываем в больнице. Я и начал говорить, что вы меня бьете, я милиционер. Вот. Тут начал все... Какой милиционер? Вы что, из милиции? Ну, и все, это, отец менты, все попрыгнули в машину и свалили. Милиционеры пересчитали раны. Почти все отделались небольшими царапинами. Только один попал на две недели в больницу. Мне понесено средней тяжести здоровья. То есть ушиб головного... нет. Сотрясение головного мозга и ушиб рудной клетки. Примерно такой же ущерб был нанесен противнику. Вывихи, ушибы, сотрясения. Но им залечить раны не дали. Наказание последовало быстро. В ту же ночь в Шилово приехала милиция. Стали искать зачинщиков и участников. И в ходе отработки жилого массива, поселка Шилово, были задержаны часть участников, которые дали сразу же признательные показания. То есть сами спонарочно написали заявление, объяснение, что да, принимали участие. Молодежь таскали в милицию два дня. Маленький воронежский пригород гудел, как и растревоженный улей. Мамашки запирали своих непутевых сыновей под замок, а сами судачили. Кого уже схватили... Продолжение следует... 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 Может быть, недели две назад Ксенофонтова очень сильно опять побили. Сегодня хитрят и недоговаривают обе стороны. Странно, что милиционеры, якобы приехавшие на операцию по обезвреживанию вора, не взяли с собой не то что пистолеты, но даже какие-нибудь перцовые баллончики. Может, вовсе не было никакой операции? А с другой стороны, в компанию, лупившую оперов, затесалась троица, которую сегодня не без оснований подозревают в бандитизме. И это позволило милиции заявить, их избивала организованная преступная группировка. Группа участников, которые занимались избиванием сотрудников милиции, ранее судимые все, неоднократно там. Все абсолютно. Большинство, я говорю, большинство было. Вот такая грустная история. Уголовные дела сегодня возбуждены исключительно в отношении граждан, которые били милицию. Обижение ни по какому уголовные дела не возбудили, потому что там везде отказные материалы, постановление об отказе, возбуждение уголовных дел. Не то, что взаимной любви, а даже простому взаимопониманию это не способствовало. С другой стороны, может, и цели такой не было – примирить обе стороны. А это зря. Они, по крайней мере, то, что хотели показать, они показали свое преимущество, то, что они сильные и могут отомстить за своих сотрудников. Во всей этой истории воронежская милиция была похожа на компанию деревенской шпаны. Защитить своих – легко. Отлупить обидчиков – ради бога. Так что сильные-то они сильные, но вот справедливые ли – это еще вопрос. Бояться такую милицию будут. Уважать – вряд ли. Хотя именно уважения сегодняшним органам ой как не хватает.